Всем доброе утро! С вами Олег Рожков. И сегодня мы снова готовим для вас праздничный ужин. Мы уже показали, что можно сделать и на 8 марта, и на 23 февраля. И сегодня у нас будет такая универсальная позиция, которая подойдет, наверное, под любую дату. Ну а как это правильно сделать, что у нас за ужин такой получится, сегодня нам расскажет Александр Боярский, шеф-повар. Знакомьтесь. Всем привет! Меня зовут Александр Боярский. Я шеф-повар ресторана «Базилик». Работаю в сфере общепита уже около 10 лет. За свою жизнь я приготовил около 100 блюд из рыбы, может, даже и больше. Сегодня я поделюсь одним из своих рецептов. Это стейк из лосося с овощным сатэ и базиликовым соусом. Давай расскажем, потому что сатэ, да, это немногие встречают такое слово. Поэтому давай расскажем, что такое сатэ. Так, получается сатэ, ну, по факту это набор овощей по определенному методу готовки. Есть овощное сатэ, есть овощное рагу. Но отличаются они тем, что метод готовки другой. То есть, допустим, в сатэ я немного обжариваю овощи. То есть время, которое проводят овощи на плите, очень короткое. Это сколько примерно? Ну, мы примерно гарнит сделаем минуток за 7. То есть у нас овощи должны быть слегка похрустывать, они должны быть аль денте. Если речь идет про рагу, который, в принципе, тоже можно будет использовать для этого блюда в дальнейшем, оно отличается тем, что овощи там томятся и добавляется вода. Здесь же мы просто добавляем растительное масло, но это по факту мы сейчас уже обговорим и не добавляется вода. То есть, быстрая обжарка овощей. Ну, на твой взгляд, это действительно универсальное такое блюдо, которое под любой праздник подойдет? Ну, в принципе, да. И я еще думаю, что оно и полезное получается, потому что у нас здесь с тобой и овощи, перчик болгарский, и у нас с тобой рыба, где фосфор, да, витамин В1, В2, что-то еще свое. Можешь добавить какие-то тонкости, может быть, знаешь, про ингредиенты. Да, конечно, да. Здесь мы еще, получается, ну, участник у нас базилик, здесь ароматные травки, то, что, в принципе, будет и приятно есть. А то, что про овощи я могу сказать, это, получается, так как мы их не доготавливаем до готовности, не доделываем, соответственно, как бы питательные вещества, которые остаются в овощах, их намного больше, чем в овощах, которые сушатся до конца. Вот, соответственно, как бы в этом есть тоже некая польза. Мы сейчас замаринуем лосося, вот, и небольшой промежуточек времени ему нужно будет постоять, для того, чтобы он настоялся, чтобы слегка хотя бы маринад спитался. Но так как, если вы готовите дома, можно этот маринад оставить на нескольких часов, можно замариновать в ночь, с утра уже будет все готово, рыбка будет просто великолепная. Вот, соответственно, у нас готовить мы будем его по обычной классике. Сегодня будем добавлять туда розмарин, тимьян, небольшое количество оливкового масла и чуть-чуть соевого соуса, но это по желанию. Для маринада нам понадобится розмарин, тимьян. Берем, аккуратно снимаем лепесточки, с ветки и кладем на рыбку. Из тимьяна, из розмарина. Далее берем оливковое масло. Я использую экстра-верджин. Это масло оливковое холодного отжима. Является одним из самых полезных. Добавляю немного перца. И небольшое количество соли. К нашему маринаду все готово. Я, наверное, тебе вот так вот отдам. Так, не перемешать все это нужно? Перемешаю тогда немного для того, чтобы оставить нам на маринад его. У нас сейчас маринуется с тобой наша рыбка. Что мы с овощами делаем? Так, дальше. У нас пойдут овощи. Это лук-форей, два вида болгарского перца, красный-желтый, кабачок, он же цукини можно использовать, и сельдерей. Вот такие овощи у нас будут идти в состав. Обжаривать мы их будем с ароматными травами, тоже с тимьяном и розмарином. И добавим немножечко чесночка при обжарке. Но это сейчас, как будем жарить, вы уже сами поймете. Так, мне тоже что-то поручили. Берем болгарский перец. Давай, наверное, немножко. Ты бери красный, я возьму желтый. Так, мне вот этим тесаком его резать? Да. Как? Вот так просто? Разрезаем. Так, стоп, не торопись, я буду за тобой благодарять. И разделываем его на филе. Саш, я вот сейчас интересуюсь с теми поварами, с которыми работаю, какое у них любимое праздничное блюдо? И как показывает практика, что они любят простые какие-то вещи, там, картошку, селедку под шубой. Вот ты присоединяешься к ним, или у тебя тоже все-таки какое-то есть изысканное блюдо на праздник? Да, все верно. Я соглашусь, наверное, с тем, что, ну, дома все-таки хочется домашней какой-то обычной еды. Но вот из последних проработок мне очень понравилось это запеченное говядина в тесте. Говядина Велинг там называется. Вот, очень крутой рецепт. Наше дальнейшее действие, это будет, мы будем обжаривать на ароматное масло. Мы сейчас делаем ароматное масло из тимьяна и чеснока. То есть мы нальем растительного масла. Я уже включаю плиту. Температура какая у нас будет? Мы на среднем температуре будем готовить. Наливаем растительное масло. И слегка подогреваем его. Дальше нам понадобится чеснок. Чеснок я просто давлю для того, чтобы сделать ароматическое масло. И добавляю туда ароматных трав. Пока вот я сейчас жарил, я обратил внимание, что я добавил белое вино. Да, для чего оно здесь нужно? И можно ли как-то без него обойтись, если вдруг кого-то не окажется под рукой? Если вдруг вина нет, без проблем. Можно и без вина. Вино я добавил для того, чтобы была дополнительная вкусная ароматика. Вот, то есть алкоголя там не остается, он выпаривается. И, соответственно, остаются только приятные нотки от этого алкоголя. И теперь у нас стейк. Сколько его мы жарим и при какой температуре, чтобы тоже с ним, знаешь, никаких не произошло. Так, со стейком у нас получается так. Мы на сковороде раскаливаем сковородочку. Хорошенько ее раскаливаем для того, чтобы не пригорело. Если у вас хорошая сковородка, тефлона, вообще проблем никаких не составит. Вот, наливаем обычного растительного масла. И с каждой стороны аккуратно колеруем стейк. Так, чтобы слегка появлялась золотистая корочка. Наша готовка завершена. Сейчас от Александра подобный рецепт с громовкой, как все это сделать правильно. Ну, а с меня дегустация. Для приготовления этого блюда нам понадобится овощное соте, стейк из лосося и базиликовый соус. В состав овощного соте входит 40 грамм болгарского перца желтого и красного, 40 грамм кабачка, 10 грамм сельдерея и 20 грамм лука-порея. После того, как обжарили стейк из лосося, в нем 120 грамм, доводим его в духовке в течение 7 минут до готовности. И подаем. Приятного аппетита! Попробовал я стейк из лосося с соте овощным. И могу сказать, что это действительно очень крутое блюдо. Выглядит по ресторанам. Если вы дома немного заморочитесь и сделаете именно так, то ваш праздник действительно удастся. Потому что это блюдо универсальное и подойдет, как я уже сказал в самом начале, под любую дату. Овощи аль денте очень отлично сочетаются именно вот с этим стейком. Так что не поленитесь, приготовьте, и будет вам очень вкусно. Ну, а с вами был Олег Рожков. Всего доброго!